У меня был разговор с человеком, которого уже, к сожалению, нету. И очень давно был разговор. И, в общем-то, он проанализировал тогда ситуацию по Ближнему Востоку. А это был период еще Саддама Хусейна. Когда начались боевые события, он, в общем-то, сказал. Все закончится тем, что Сирию, одно из таких государств, больших, крупных, это Сирия, его будут раскачивать. И если Россия туда не войдет, то, соответственно, мы получим армию, которая рванет через Дербинские ворота, Кавказ, на территорию России. Она будет уже обученная, она будет проверена в боях, есть такой термин. То есть у нее будет боевое слаживание. И вся эта армия будет на территории России. Но, слава богу, все пошло не так. Россия вошла в Сирию. Этот процесс остановили. Ну, а следующий, на мой вопрос, а если будет так или так, он ответил, что если в Сирию мы войдем, то следующий будет шаг, это будет Украина, это будет тоже понятно. Я говорю, может, Белоруссия? Я говорю, нет, Белоруссия нет. В Белоруссии складывается как раз ситуация, которая будет в пользу России, а вот на территории Украины будет как раз направлен удар по России. Это было сказано 20 лет тому назад. Что ты думаешь по поводу этой ситуации еще сейчас в стране? Я думаю, что процесс идет правильный. И если бы это не случилось, вот та ситуация, да, это мое личное мнение. Из того, что я прочитал, не посмотрел, потому что YouTube – это такая штука, это, да, там все подряд что-то говорят. А из прочитанного, еще заранее прочитанного. Я понимал, вот лично я понимаю, что еще за год до событий, что это неизбежно будет, потому что все шло в эту сторону. И у Запада никогда к нам не было благосклонного отношения. Да и не будет. Не будет, да. Может и будет, когда мы там будем жить. Другое дело, ну да. Никогда. И вся история, но, к сожалению, с братским народом Украины, я подчеркиваю, да, это люди, которые говорят на русском языке. Ну и даже если не говорят на украинском языке, да, в том, вот Восточная Украина, я был на Восточной Украине, это хороший казачий язык. Вот так говорят на Кубани, на Дону, в станицах та же, балакают. Для меня, допустим, там не было каких-то иностранных слов. То есть это люди, которые относятся без преувеличения, это братский народ. Я даже не считаю братским, это один народ. Вот в моё личное мнение. Просто вводят немножко. Но вопрос просто в том, что их используют для того, чтобы направить на разрушение моей Родины. Да, да. И поэтому это такой таран. Он создан, он существует. Если бы тогда, 24 числа бы, да, Россия бы не сделала этих шагов, то, наверное, мы с вами бы не встретились, потому что мы бы все сидели бы сейчас в окопах Краснодарского края без привлечения. Но таран отковался с 18-го века, с 2-го главы. Ну, там и поглубже есть. Ну, я просил. А последнее, я скажу, что перестройка случилась, и никто там и не выдохнулся, и не сказал на Западе, ну вот, все, союза не будет, все будет хорошо. Потому что уже тогда уже понимали, что, я думаю, что понимали, то последнее выступление Ельцина, когда его привезли в Турцию, он там выступил, тут же в самолет и увезли. И все, и на Западе точно поняли, что что-то в России они не учли, однозначно. Этапы, конечно, их было видно, заметно или незаметно, которые у нас в стране. И сейчас они идут, и сама спецоперация. То, что проходит, мне так не кажется, а я понимаю, что то, что проходит, и это лично мое мнение, все, что проходит в Украине сейчас, на Украине, в открытой части, большая часть проходит в закрытой части. И в том числе линия фронта где-то идет через нашу страну. И это не касаемо информационной войны. Это вот фильм «Спящий», это просто маленький, но очень яркий пример, что это у нас есть в нашей стране, на территории моей родины конкретно. Да, сейчас там не только война идет, но и куются без привлечения кадры, способные более качественно, более точнее думать и действовать в интересах защиты. России с большим пониманием этого слова, потому что это все. Мы многонациональное, полинародное государство. И пока мы такие есть, мир никуда не исчезнет. И хорошо, что мы не монокультура. Даже биологи говорят, что монокультура, они губительны, они просто ставят под угрозу существование планеты. А у нас сам Бог велел тут. У нас столько языков, культур, народов, цвет глаз. Все у нас это есть. События с 1917 года, они такие, неоднозначные. И вот изучая тот период, изучая потом, что случилось с перестройкой, у меня лично не сложилось, что это отдельно взятые евреи. То есть это цепь от них событий. И все, кто участвовал в стране, подписавшие между собой какие-то соглашения по разделу нашей страны, они никуда не делись. Ну да, цели мы все. Тот же Уинстон Черчилль, да, он командовал экспедиционным корпусом на Кавказе, прежде чем стать премьер-министром. Ничего не изменилось. И сейчас все продолжается. Да, и сейчас все продолжается. И когда вышел фильм «Спящий», он же наделал такого шума, что режиссер Быков был вынужден в открытую заявлять, что он все, он больше ничего снимать не будет, все это, он там чуть ли не кается. А фильм-то получился действительно, там ничего такого нету. Там просто было показано, как завербованные, ранее завербованные там агенты, да, они выполняли задачи по разрушению нашей страны изнутри. И вся либеральная тусовка, она просто там взорвалась. Поэтому и взорвалась. Ну понятно, что... Что правду. Да, показали правду. А когда началась спецоперация, у нас выехало, сколько народу у нас выехало. Рвануло отсюда, так. Быстрее, чем курьерский поезд. Если говорить по Украине, то... Я думаю, что там без спецсредств нам не обошло. Окей, ну там проработка была хорошая в населении, раз уже семье стали врагами. А потом, вы знаете, что Цюкерберг, как раз, по-моему, они там тестировали вот новые системы там в режиме онлайн, когда у них шла вот эта их майданная революция. То есть они... Это все бизнес, просто очень крупный бизнес. И статьи на эту тему есть. Что они завезли оборудование, они приготовились к этому. Когда начался весь этот вот, там, бедлам, по-другому назовешь, то они в режиме онлайн, там, чтобы протестировать все сервера, там, цифровые какие-то вещи, они занимались. Им какая революция нужна? Это было параллельное у них событие. То есть они отрабатывали новые технологии какие-то. А сейчас показывают кадры там вот этих всех наркотических каких-то веществ искусственных, да их там пачками валяется. И они же тоже говорят, что солдаты, которые это все потребляют, со стороны Украины, вообще ничего не соображают. Потом, когда приходят в себя, они с ужасом понимают, что натворили. И почему именно было выбрано Украина и Россия? Ну, восьминстве. Восьминстве. Знаете, вот есть такая сказка, помните, выкрали сына Ильи Муромца, да? И воспитали в другом лагере, а потом они стали биться. Да, и по ударам он понял, что не может так. Так вот, никто так ненавидит друг друга, как смертельно ненавидит, как братья, которые забыли, что они братья. И кто-то об этом, наверное, знает. Когда воюющие стороны говорят на одном языке, это не война государства, это гражданская война. Нас строили в гражданскую войну. И, к сожалению, к сожалению, она смертельна. Опасная и как для Украины, и как для России. Но, слава Богу, что кто-то очень умно все-таки перспективу выстраивает. И поэтому война идет не на территории вот сейчас России, не на Ростовской области. Она пока там идет. И хорошо, что она там идет. Пока, потому что она пока идет. Я надеюсь, что она закончится. И здравомыслие все-таки победит. А то, что Запад накачивает, стоит тустором, они даже это не скрывают. А поднимался когда-нибудь вопрос в школе, думаю, наверняка поднимался, как жить без войны, в семье, в стране, в мире. Вы закидываете перспективу в далекую, далекую, да. Это такой должен быть человек. Вот у Ефремова там хорошо бы там сказано, когда человек достигает таких внутренних вершин, что ему не нужна воевать война. А так мы выглядим, как какая-то незрелая цивилизация еще. Это глубокая осознанность должна быть в каждом. Когда мы осознаем себя, вот эта зрелость будет, наверное, тогда. Понятно, что мы об этом тоже в школе. Я лично об этом тоже со своими близкими обсуждал. Когда? В этот период, когда у нас не будет войн. Но это только нужно тогда, когда вот это высшее нравственное будет стоять у всех сердечное, совесть. Все будет впереди стоять. Да, когда не по закону поступаешь, а по совести и чести. А так, пока мы общество потребителей, понятно, мы будем воевать. Если так вам накануло. Вот есть же инструментарий, в котором есть наработанная в школе Щетинина. Есть инструментарий во многих школах. Амунашвили и так далее. Их таких школ много. На протяжении определенного периода создавались поселения. За рубежом, в России, родовые поместья. Сегодня точно так же есть инструментарий в разных странах, когда люди научились жить без войны. Они договаривались с природой, что-то сделать. И вот их отзыв, что говорит, и мы видели, как природа дает добро. Когда лисята берут своих детенышей и переносят другое место. Птицы освобождают место. То есть, они еще ничего не делали. Экскаваторы и так далее. Они, говорит, находились в этой общей медитации. Если поразмыслить вообще над инструментарием. Я понимаю, вот есть вечевой круг, к примеру. В школе Щетинина тоже практикуют, наверное. Как бы порицание можно человеку сделать. Ну, сказать доброе слово. День всегда завершался тем, что они вот общались. Ну, допустим, было правило, что не говорить за глаза про кого-то. А вот прийти вечером и сказать, знаешь, Василий там, то-то, то-то. Вот в этом смысле все равно же в школе есть свой инструментарий. И как жить без войны? Наполовину человек ответил своих вопросов, конечно, здорово. Вопрос не в этом же. Вот мы сейчас будем учить кого-то. Ты не воюй, да, пацифист. Если ты пацифист, не лезь в кресло правителя. Есть такое выражение хорошее. Причем оно, по-моему, принадлежит кому-то из наших дипломатов великих Советского Союза. Потому что сейчас время такое. А время, потому что, опять возвращаясь, мы живем в мире потребителей. Мы же все являемся генетическим продолжением тех, кто нас сюда привел, в этот мир. У нас есть задачи. Вот представьте нашу школу, когда нам привозят детей, которые это вообще ничего не помнят. Это от слова совсем. То есть школа, иногда думают, что школа Чстинин – это какое-то идеальное место, в которое собрались все идеальные люди. Рай. Да, вот рай. Туда приезжали обыкновенные дети. Понятно, что приезжали люди, которые спрашивали, как вы медитируете. Берем лопату и идем медитируют. Деревья посадили, траншею прокопали. Все в таких соприкосновениях с обычной простой жизнью, но с одной доминантой. Мы строим Родину. Мы ее строим, потому что Родина – это мы сами. Перспектива – будущее. И закладывается сейчас вот тот самый идеальный мир, в котором мы не будем воевать. Если мы будем себя противопоставлять, что мы вот знаете, вот вы там воюете, а мы не воюем. Это, наверное, только в том случае, если будет какой-то, не знаю, там какой-то купол с небес на нас вот так вот защитный опустится. Да, и там те, кто этот мир создавал, они будут присматривать за нами и говорят, вот эти вот такие праведники, мы их никому не дадим на сиденье. Правда, эти праведники и толку ничего не сделают, потому что нужно же потом пойти в простую жизнь. Человек тоненький, а мы же не будем ему рассказывать тоненьшими человеками. Ты знаешь, ты плохо жил, ты неправильно жил. И такой лекции ему часа на три. Наша задача протянуть руку, вытащить оттуда и работать с ними в том виде, в котором он есть. Зная, что мы что-то уже знаем, а он еще не знает ничего, вывести из этого состояния, с собой вместе взять, чтобы он потом сделал внутреннее свое открытие. Мы можем делать, уйти в тайгу, несомненно, построить, наверное, ну, такую деревню мечты. И медведи к нам пойдут, они не будут от нас шарахаться, они почувствуют у нас соратников своих. И птицы полетят к нам в руки, зная, что мы не будем ничего плохого сделать. Что делать с остальными? А остальные могут прийти. К сожалению, я об этом говорю, к сожалению, в какой-то степени люди, которые понимают этот мир, они что-то вроде Штирлицев в этом мире. То есть они знают, что у них есть нечто сокровенное, которое они уже знают, тянется из тысячелетий в тысячелетие. Но чтобы никого не перепугать и лекции не читать, они просто идут в обычный мир, встречаются с обычными людьми. И на личном примере делают такие поступки, что побуждают еще живых людей обращать на это внимание и задаваться вопросом, а почему он так живет, а что в нем такого. Я думаю, что кто из вас в поселение пришел, где вы живете, да, конкретно, у вас много людей, которые пришли, ну они вообще, они, наверное, уже прошли все круги ада, а потом в конце концов их что-то там щелкнуло, они в ком-то увидели пример, и это заставило их, побудило задуматься над этим. И они потом пришли и сказали, слушай, дорогой мой друг, хочу быть рядом с тобой. Вы же не сказали ему, что ты знаешь, ты там оттуда пришел, такого, оттуда иди. А вы ему сказали, хорошо, вот земля, вот, пожалуйста, вот ручей. И он поселился, и, быть может, он вырастет такого ребенка, который станет таким правителем, да, потому что когда-то вы просто ему протянули руку помощи, они читали нотации о жизни. Ну я лично с детьми и со своими об этом размышлял, что нельзя взять и что-то отрезать, нужно подумать, как спасти, как помочь. Потому что, оказывая помощь, ты сам растешь как личность, но еще и своим примером ты растишь другого человека. А дети, кстати, растут примерами своих отцов и своих матерей. Мастер и мастерская — это неизбежно. Нельзя вырастить человека только на теории. Вы можете рассказывать вам про теорию кисточек и красок, но ни разу не показав, как ними пользоваться. И они не поймут, что это такое. И вообще, в принципе, будет у них антагонизм к этому. А когда видят, что как работает мастер, и мастер побуждает ребенка на обратную связь, это очень важно. А что ты думаешь, а как у тебя получается? Мастер растет мастера. И, будь может, вырастет такого мастера, который превзойдет всех мастеров, и этот мастер скажет, какой я молодец, какого мастера вырастил. Да, это высшее счастье. Конечно. Идет беременная девушка. Первый, первенец у нее. Сидят старики в папахах. Они так встали, папахи сняли. Папахи одели, сели, она прошла. И в казачестве только в трех случаях было. Вот женщина, либо ставшая матерью, либо готовящаяся быть матерью. Место святое, неважно какой религии, нам народом папахи снимали. Ну, если кто погиб. Все, в трех случаях. Ни при каких других обстоятельствах. Вот иногда говорят, там, Романовы, их казаки на престол поставили, поэтому бояре шапки ломали, а казаки в папахах стояли. Не по этому. Потому что для казачества вот это вот там какие-то иерархии, там, звезды, погоны, вообще не имел никакого отношения. Родина. Вот это является. И поэтому они говорили, между Богом и казаком посредников нет. От слова совсем. И вот так вот так же они шли. В казачьей среде женщины наравне с мужчинами могли биться в бою, но делали это исключительно редко. И есть случаи, которым нет по наследству достался, в устной форме. Когда случилось такое, что мужчины ушли из станицы, а там остались женщины, ну и дети малолетние, ну и может какой-то там небольшой отряд. И завоеватели, которые там занимались набегом, грабежом, они прямо с станицы выскочили. Но когда они увидели, а молодых всех в степь с детьми, всех выгнали с станицы. И когда на лошадях выехали эти женщины 60-70 лет, шашками наперевес, они никто не рискнул двинуться, потому что они поняли, что это не битва будет, это будет убийство, их будут крошить всех, вот этих вот басурманов. Даже если там хоть что-то будет у них шевелиться, они будут биться до конца. Они побоялись, они развернулись и уехали. Вот что такое женщина. Роль женщины в истории, вернее в семье, ее переформатировали настолько, что сделали из нее какое-то такое существо. А потом как рычагом перевернули все отношения мужчины. к женщине. Какой цель любви? Ну, чтобы не было ни того, ни другого. Появилось некое какое-то абстрактное луно, которое сегодня мужчина с утра, а с вечера женщина, потом опять что-то случилось. Исчезает, таким образом исчезает человек с большой буквы. Когда появились вот эти институты по правам человека, ну, какие институты, когда самого человека действительно нет? Это вот Михаил Трощетинин об этом произнес здесь, в Владивостоке, в 2007 году. Человек исчезает. Ну, это для чего тоже делается? Конечно. И тот, кто это делает, он делает это целенаправленно. Потому что, когда исчезает человек, это получается массой, которую можно управлять. Общество потребителей, когда оно делится на мужчин и женщин, это еще не общество потребителей. Это только промежуточная часть. А вот когда нет ни мужчин, ни женщин в этом обществе, ну, тогда вот есть общество потребителей. Я не буду даже озвучивать, какие там они преследуют, кто этим занимается целью. Но там есть, конечно, есть и, на мой взгляд, опять-таки, есть одна такая деталь, что, когда человек сохраняет в себе человека, то вот любые страшилки, они как с гуся вода, ничего не может сделать человеку во вред, если он сам, прадимушка, не создаст условия сам лично. И пока он это не сделал, то он... Искандер-Наве. Кто бесстрашен, кольцем разборствует рус, что стерпел бы он игорь, щеки-руки, рус-абакан, очи-рус-ангиби. Вот и все. Написано в 1430-каком-то году. Никому ничего не надо мешать. Вот это вот бороться, это потратить собственную жизнь зря. Нужно быть самим собой, понимать, опять-таки, кто ты есть, и все. этого достаточно. Потому что это будет свое родное поле. А то поле, когда вытаскивают на борьбу, это заведомо проиграло. Если вытащить на борьбу с ними, с теми, кто вот эту всю затею, карусель по обе-счеловечиванию, на их поле это все, это проигрыш. У них там правило четко работает. И очень легко переворачивать все сверхнаглую. А когда человек сохраняется человеком, претензий нет. Даже вот и без камеры я на некоторые вещи, наверное, может быть, не скажу так в прямом эфире. Потому что это может просто навредить вам лично. Но поверьте, что у нас возможности в этом смысле влиять на мир, окружающий нас, намного больше, чем вы даже предположить не можете. Намного больше. Но это нужно в состоянии быть. И не вот это эйфорийное, когда бегают, у меня там есть друг, он как-то прыгает, как лягушонок. А, счастье, счастье. Вокруг лужи грязные, а у него счастье там какое. Ты, говорит, что-нибудь делай тогда. Это все не мое, это все плохо, я к этому не отношусь, это все. И вот это вот как бы это получается бесполезность какая-то его такого. Вот если бы он взял бы и взял бы кого-то за руку, да, и не читал нотации, ты в болото попал, потому что, и там целый список, он тонет, а он ему, я говорю, ты вытаскивай с болота, и потом тогда уже читай нотации. Когда ты помогаешь, тогда и счастья больше. Увидел явление какое-то, понимаешь, что явление тянется там, и тянется лично к тебе, потому что ты являешься проводником для него, он увидел в тебе какой-то свет в окошке, и ты его не из-за него работу делаешь, ни в коем случае, а просто помогаешь ему делать его работу. Тогда он чувствует, что гений. А где-то грань. Сердце скажет, совесть подскажет, но надо делать так, чтобы буква «Я» не вылетела впереди алфавита. Это мудрость такая. Женщина умна не может быть. Умен может быть только мужчина, а женщина может только мудра. А мудрость обретает муж, мужчина, только когда движется как мужчина, тогда он набирает мудрость. Вот так у нас на Кавказе. Вот если женщина родилась мудрой, значит, все будет хорошо. Если она родилась умной, это конец всем. То есть она ничего не сделает, она будет умничать, там весь дом будет сотрясаться, толку никакого. Она разнесет в дребезги, она выйдет замуж, она родит детей, и разнесет всю семью в дребезги, просто все, и скажет, что муж виноват. Мало того, что может задавить мужа так, что он будет стоять, как козленок, блеет что-то в свое оправдание, и ничего толку не будет. Либо сбежит куда-нибудь. Вот поэтому я просто говорю об этом, потому что я вырос в казачьей среде. Женщина может быть только мудра. И на все всплески своего любимого мужа она должна делать так, чтобы все всплески шли ему на рост. Потому что мужчина за пределами семьи. Мужчина революционер. Ему нужно вперед двигать, вперед идеи какие-то. А женщина – это очаг. Без очага мужчина просто это все, это вылетело, и как машина без колес, если у нее нет очага. Если у нее есть очаг, великий второй – это женщина. Вот у мужчины в этом смысле это великий второй – это женщина. У меня был пример такой, и он остался на всю жизнь. Один мой знакомый, он спецназовец. в очень сложных ситуациях был. А его жена говорит, я говорю, как ты его выбрала? Ну, он такой, ну, как… Ну, не Ален Делон, точно. Она говорит, я его выбрала по спине. Я говорю, это как? Она мне говорит, я поняла, что вот хочу ладошки положить на эту спину. все спецоперации, когда он проходил, он чувствовал эти ладони и все на спине. Он ранение получал, но не смертельный. Гибли товарищи рядом. Он всегда был защищен. Она не знала, где он, она не знала, что с ним. Ну, утром собрался, я на работу, через три дня буду. А вот в этот момент они заложников вытаскивали. И все, она даже об этом не знала. об этом только сообщили там в газетах через три месяца, что где-то кого-то там спасли и вытащили. И все. Вот. И так придешь, не скажешь, счастливый, несчастный, так по внешнему не скажешь. Все, двери закрылись, и там они уже сами. И никто не знает, что там с закрытыми дверями происходит. Но там очень высокие отношения. Борис, чай попей. Ты чай попей. Можно стоято. Я просто хотя бы, Коля посадил меня тут на эту табуритку. Она классная, конечно, так. Я себя чувствую, как левит... Не знаю, как левитану у микрофона, да. Я учился в Ростове, и не у нас там был парень, а мы его дразнили пружиной. Ну, так между собой. А он такой вот. Вот такой квадратный. Серега. Серега пружиной. А потом там товарищи из Кавказа были, которых уже традиционная культура куда-то уехала, и только буква впереди «Я». Ну, семья. Он нам рассказал, что такое Любовь Родины. Утром они пришли, все в черных очках, все здоровались с ним. Брат мой, брат. Брат, здравствуй. Он как-то немножко странновато ходил. Я говорю, а что с тобой? Ну, так. Он говорит, я служил, а закончил Рязанское десантное училище. Они с другом туда напросились и поступили. Ну, вот. И все думали, что мы братья. Вот в Рязан... Прошли училище. А был Афганистан актуален. И всех молодых офицеров на обкатку отправляли туда. А он не просто Рязанское закончил. Он в развед вот этом направлении. А чтобы это хорошо закрепилось, их отправили. Они летчиков спасали, сбитых стингерами. Тогда только появились стингеры, зенитно-ракетный комплекс. Вот сбили самолет, и они их выбрасывают там на вертолете. Они побежали по горам. А там четырехтысячники. Там нормально бегать надо было. Мало ты что, на вражеской территории еще и условия такие. Вот на одной из таких... На одной из выходов они начинают спасать летчика. А причем, говорит, нас так настроили на эту операцию, что как будто вот... Ну, что-то как бы не то. Говорит, это мы потом поняли, что он полковник из политоуправления... Главным политоуправлением с Москвой приехал. Ну, мужик нормальный, конечно, но их тоже всех обкатывали, летчики. А то его сбили. Говорит, вокруг нас такая карусель началась. Вот из этого. Душманы, это все. Американцы радиоперехваты сделали и поняли, что кто-то там такой сбит. Ну, не совсем как бы. И понеслась это все. Мы, говорит, на одну точку выходим. Не успеваем. То есть за нами так жмут со всех сторон. На другую не успеваем. Говорит, уже раненые появились. Полковник этот равненный. Ну, летчик. Ну, для нас он просто летчик. Он раненый, там неудачно катапультировался, упал там что-то с ногами. Ну, в общем, вот это все. И вот выходим на одну точку. Перевал и там площадка. И вертушка уже оттуда идет. И командир говорит, ребята, мы не успеем. То есть мы добежать добежим, а на перевал поднимется душман и просто со стингера вертолет завалит. И все, все погибнут. Давайте. Кто? А мой друг, он говорит, я. А он уже был ранен. Говорит, а я ему говорю, ты что, я? Ну, я раненый, мне уже все равно. Я не доковыляю. Говорит, слушай, ну, может, тобой давай по-братски. Жребий. И они говорят, я обманул друга. Обманул. Ну, говорит, ты жребий же честный. Я остаюсь, а ты ковыляй. Я, говорит, точку выбрал. Он такой перевальчик. За спиной вертушка. Тут душманы по тропе. Я, говорит, с пулеметом и понеслась. Все. Потом, говорит, смотрю, вертушка поднимается и пошла. Все. Я остался. Ну, теперь я могу действовать как хочешь. Ничего не получилось. Эти вверху, это, по горному массиву, как сжахнули. И вся эта скалавна, которая была вот так вот вниз туда, в пропасть, затарахтела. Я, говорит, осунулся через полтора месяца в Ташкенте в госпитале. из, говорит, из, говорит, вот того, что во мне могло шевелиться, только я мог моргать и что-то еще говорить. В нескольких местах разломан позвоночник. То есть, ни руки, ни ноги, ничего не шевелится. Даже головой крутить не мог. Все это, говорит, вот так собрано. Кажется, у ребят, ну, разведчиков так, трупа не видели, значит, живой. Вот увидим труп, тогда уже точно. А там жесткая разнарядка пришла, что никто с базы не выходит. Мы, говорит, ну, пацаны пошли, говорит, так и так. А у них командир, ну, такой нормальный, говорит, ну, так, ребята, я не знал, вы пошли. Ну, я вас прикрываю, если что. Говорю, что все на базе. А вы пошли. Говорит, они пришли. И через три дня они его нашли в горах. Он, говорит, я в ущелье упал, а там снег, ну, лед. И, говорит, как в холодильнике, вот это, говорит, мое тело там лежало. Ну, то есть, гематомы, все, ну, подмерзло. Они меня переволокли. А полковник этот оказался нормальным мужиком. Он всех нашел, кто его спас, ну, с благодарностью. И узнал, что я это. И он меня притащил в Подмосковье какой-то там госпиталь такой крутой. Говорит, там одни генералы в этом госпитале. И начали меня там ремонтировать. Из 80 с чем-то килограмм, говорит, во мне осталось, ну, едва ли 40 килограмм. То есть, это каркас, обтянутый кожей там, со спицами в позвоночнике и все это там. Ну, и хирург, который оперировал, он пришел, говорит, слушай, я, говорит, тебе как мужик мужику. Ну, твоя жизнь теперь коляска. А он у мамы один. Ну, мама так захотела, родила там, у мамы один. И все. Ну, что делать? Я, говорит, лежу, мама плачет, я думаю, я даже самоубийство не могу сделать. Ну, руки не шевелятся, ничего не шевелится. И никого ж не попросишь там. Никто ж не возьмет на себя ответственность. Ну, все, говорит, лежу такой, уже как бы понимаю, что обречен. Все, двадцать, двадцать четыре года, ну, ты уже все. Жизнь уже кончилась. Ее уже нету. И тут у нас, говорит, появляется доктор. Такая вот, под метр девяносто, правильно сложенная, там все генералы хвосты распустили и за ней там цветы и там все. А она, говорит, как раз вот наш вот этот коридор, это был ее коридор. Вот она приходит, там смотрит, в каком состоянии, там температура, там обход. Вот раз прошла, второй раз прошла. Я, говорит, понимаю, тут, думаю, кому-то повезет. Такая красавица, не замужем. Вот. И вот, говорю, а все ж мужики кругом, кроме анекдотов там пошлых, больше ж ничего нет. Ну, и тут, я, говорит, раз не зацепился, начал ей там что-то рассказывать, ну, хоть какая-то душа живая, может быть, два, три, а потом я, говорит, стал понимать, что она приходит уже не на вот этот обход. У меня, говорит, мысль такая, ну, как так? Ну, как бы это вообще, ну, тогда это несправедливо. Она и я там. Говорит, такой думаю. Я же, говорит, выспался, когда был в коме. Вот я, говорит, лежу и начинаю, глаза закрываю и бегу. Бегу на тренировки, бегу там еще что-то. В общем, двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Через месяц или сколько, говорит, у меня палец дернулся. Потом второй, третий. Короче, он вышел через год с чем-то, он вышел на ногах. Еще через год он вынес ее из ЗАГСа на руках. Но он подсократился такой. Она на две головы выше. Вот. Ну, такая, я когда уже познакомился, трое детей у них, что было. Ну, это фантастика просто была. Это получается сила, мысль, стремление. Да. Вот та самая, та самая любовь, которая, она побеждает все на свете. Нет ничего такого, что любовь не может победить. Ничего нет. Если есть то самое великое чувство любви, все преодолимо. Ничего не ей, никак. Он говорит, я когда выписывался, пришел этот хирург и говорит, я, говорит, я не знаю как, я не знаю почему, вообще ничего не понимаю, но это факт, и этот факт впервые в моей жизни. Позвонок, у него центральный нервный ствол, вот этот позвоночник, он был порван настолько в местах, что у него, ну, не печень, он долго очень на искусственном был. То есть печень не работала, почки не работали, легкие не работали, там все, все искусственно стимулируешь. Он говорит, я, говорит, так вот оживаю, потом раз такая пауза, я, говорит, я понимаю, что я ожил, и опять в кому. Вот это, говорит, у меня такие были скачки. Вот это вот Серега, Серега пружина, я его, мы дразнили. Ну, все. И доктор, который его там лечил, он говорит, я ничего не понял. Спицы все повытаскивали, нашел хорошего тренера, вот, и тот говорит, качай мышцы. У него, он квадратный, он весь из мышц состоял, вот, чтобы ничего не случилось в будущем, чтобы каркас мышечный держал вот этот разбитый позвоночник его самого. Ну, он так, говорит, я чуть ниже стал, потому что там что-то, какие-то фрагменты убрали. Мне было тогда 17 лет, я эту историю слышал от него, я был в таком состоянии. И я на всю жизнь запомнил этот разговор и понял, что есть вещи, которые никакими ни циркулярами, ничем не объяснишь, но они есть и они существуют и они настолько могучие, что в общем-то они способствуют нам преодолеть нами же любые препятствия в жизни, любые абсолютно. И вот та самая фраза, да, «Я люблю тебя всем своим сердцем, потому что сердце моё мною любит тебя». Она простая, но в ней в этой фразе есть то, что наверное, все космичные такое ощущение самой жизни по-настоящему. Да. Вот он я, Советский Союз. Была большая родина, большое народное хозяйство. В наших советах люди стали мечанами. Кто где работал, те кто тащили. Хозяйство своё народное. То есть произошла потеря смыслов. Но всё равно уже управление было, оно было плановое, были умы, были люди, которые родили за родину. Мы опять вернёмся к счастью нашего разговора, что революция в нашей стране не закончилась. И вся эта революция шла Сталину вот без привлечения. Ему удалось на короткий срок стабилизировать какую-то ситуацию отношения и внутри государства, и за её пределами. Но нам это обошлось очень дорогой ценой. Потому что Вторая мировая Великая Отечественная война унесла большое количество жизней. И вот этот кусочек стабилизационной какой-то такой вот времени, когда без вот именно без всякой надуманности мы настолько совершили подвиг своим народом. У нас вышло монолитное государство, кто прошёл окопы. Когда у меня лично были встречи с ветеранами войны я задавал себе определённые внутренние вопросы и искал в разговорах на эти вопросы ответы. Так вот вопросы касались насколько они были едиными. Так вот это единение произошло как раз когда они пережили вот этот ужас войны, поднимаясь в атаке и в общем-то и никто из них за редким исключением какие-то получил психические травмы. А так они пройдя ужасы рукопашных боёв, ужасы потерь когда снаряд разрывал. это вот мой дед об этом говорил, что снаряд попал и от друга остались только небольшие фрагменты. вот они все они были настолько психически устойчивы, что именно эта устойчивость позволила за кратчайший срок Сталинград восстановить. Когда приехали эксперты зарубежные, кто нам как бы помогал, они сказали там 50 лет и больше. А когда у нас Гагарин поднялся в космос? Это за кратчайшие сроки. Вот потом конечно у меня есть вопросы. После того самого 24 или 23 съезда, где развенчали культ личности Сталина, вот тогда у нас уже началась перестройка в стране. Тогда пошел развал Советского Союза. Когда элементарно мы протянули газопровод, который пошел мимо стран Советского Содружества, пошел в Западную Германию. Зачем мы стали отдавать сырье в Западную Германию. Стимулировать их экономику дешевым топливом. Вот и перестройка. Я думаю, все-таки раньше, 53-й год. есть видимые части, невидимые. Я говорю о видимых частях. Вот они произошли и все. А потом пошли зачистки. Мы даже не знаем, мы не представляем сколько боевых генералов ушли в отставку. Именно ушли их в отставку. Кого застрелили. Но если покопаться в этом периоде времени, ну не покопаться, вернее, изучить его правильно, то я думаю, там появится очень много ответов по сегодняшнему это конечно не ответ на вопрос. Это размышления по вопросу. Там есть над чем размышлять. Там был период выхода из ситуации. Совсем кусочек маленький такой, когда Брежнев был в ясном уме. Многие вещи тоже произошли. Я думаю, что были люди, которые понимали и пытались как-то развернуть ситуацию. но ничего не вышло. Не получилось. Силы были неравны. И здесь было крупномасштабное какое-то предательство. Ну так. Но сила разрушения она же через человека заходит. Она же не идет. Через потребителя. Да. Обыкновенного обывателя потребителя. Все. Любой деструктив это потребитель. У нас разработки были гораздо круче, в технике. Просто их сдерживали. Даже искусственные головы делали. Да. Дэвид Рокфеллер. Его фраза. Сталин вырвал из наших зубов часть мира и построил там отдельный взяток и социализм. Дэвид Рокфеллер. То есть он это достаточно очень откровенно. Все. А потом пошел обратный процесс. Да. И были умные люди разработки. Я вообще удивляюсь как в перестройку сохранили ту часть ВПК которая связана с ядерным щитом России. Если бы этого не было как бы у нас бы вообще про другое сейчас. Может бы в большом партизанском отряде сидели. Ну как всегда это мы с Колей разговаривали и Коля мне задал вопрос по телефону а что по твоему мнению лучше детей я ему сказал лучше детей как тебе сказал только дети детей что может быть лучше детей только дети детей Вопрос просто в том когда вы думаете о том кто будет впереди вас о нем только думайте правильно именно правью такой подправляя его путь корректируя чтобы он никуда не свалился то тогда вы там в той длинной перспективе жизни вы увидите себя в лучшем да может быть и праправнука ты когда сюда летела мне друзья говорят что ты делаешь ну куда ты вообще ты понимаешь куда ты летишь я пока еще не знаю что надо а потом а другой спрашивают а что ты хочешь вообще я говорю я хочу сделать так чтобы когда в следующей жизни я появлюсь то там уже будет место такое мною здесь обустроенное туда и чтобы я пришел в другой мир в этот же мир но только лучше чем может быть он сейчас есть в других условиях ну тогда наверное это же интересно мы да мы же правда путешествия организатор поселения что у нас колоссальная за плечами есть личная история нам не нужны детали у нас мне думается что сохраняется сама вот энергия накопленная вот этой жизни ну если так можно выразиться вот что-то накапливается у нас и это то что накапливается не дает нам покоя оно как непоседа в нас самих что заставляет нас делать и совершать поступки почему мы начинаем учиться почему у нас тянет каким-то явлением ну в конце концов зачем мы берем кисти краски мольбер зачем вот есть ответ на этот вопрос я думаю прямом ответа нет да хочется а почему спроси если бы так было просто ведь не в этом же дело в чем-то в чем-то другом значит значит получается что у нас есть что-то такое и оно как непоседа двигает 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 если непоседа двигается правильно значит правильно все поступает а почему люди пьют потому что космос на плечах тяжело нести он давит космос они пытаются уйти из-под это и их куда-то сворачивать влево вправо вниз вверх там лишь бы только не нести эту ответственность а все равно надо нести ну не выполнил задачу в этой жизни иначе будешь следующей жизни выполнять ну я так считаю да нет они просто герои они хотят змея победить не знаю насчет героев нет ну конечно можно эту тему люди не выполняют каких-то вещей потому что у них колоссальная ответственность внутренняя колоссальная ответственность они великие люди великие без привлечения любой человек я не просто в это верю я это просто понимаю ну да мой жизненный путь в этом колене он небольшой я там сейчас шесту-десяток лет меня и ну уже в этом вот в этом промежутке я понимаю что каждый человек велик без привлечения он гений он фантастик Он фантастически гениален, у нем такие вот краски накопленные, огромные, возможности жизни. Но кто хоть раз из этих прекрасных людей вышел так и в небо сказал хотя бы шепотом «Я люблю тебя всем своим сердцем, потому что сердце мое мною любит тебя». Все какие-то условности, зажатости, объяснения. Мы объясняем это то, потому что там написано «объясняем, объясняем, это объяснение, мы объясняем следующее объяснение». А где жизнь? Работы не приходилось читать Ларина? Хорошо. Яницкий Игорь Николаевич. Вот это ученый, которому досталось из-за того, что он однажды сказал, что Земля является живым организмом. И она растет. Попробуйте разделить собственное тело на части. Это тебе часть, нога тебе, рука сюда, это все. Делать не в том, что у вас есть гектар лично, у всех есть по гектару земли. Дело же не в этом. Это всего лишь точка соприкосновения, на которую не надо заборов ставить. У вас соприкосновения. Если, говорите, у вас есть гектары только у вас, и тут лебеди, кони, а у других мест нет ни лебедей, ни коней, ну тогда этот гектар бессмыслен, абсолютно, он ни к чему не приведет. Это хорошее место, где просто в лучшем случае можно умереть красиво. В этом месте, не где-нибудь, а именно здесь. Мы живем на Земле, которая является живым организмом. Это наука. Ларин нашел, как этот организм рос. Яницкий подтвердил мысль о том, что это происходит внутри, благодаря приборам, которые очень высокого качества уровня изготовления. Потому что он работал по теме поиска урановых руд. И нашел, каким способом это можно найти. Его довели до инфаркта. Три раза подряд от Единицкого, и уже нету, к сожалению. Но мысль, которую он произнес со стороны науки, ученого, она заслуживает внимания, потому что мы живем на планете, которая нас слышит, думает, и она включена в общий макропроцесс. И мы в этом макропроцессе, возвращаясь, мы ребенок, который космичен. Ну как мы тогда должны обустроить свою жизнь? Просто, может, Михаил Петрович, он не заострил на это внимание, в силу обстоятельств. Те, кто спрашивал, те, кто был, они могли просто этого не услышать. Вот вы умные люди, хорошие люди. Вы это понимаете. А есть те, которые, ну вот я скажу жизнь, земля живой организм. Они похихикают и скажут, ну да, конечно, да. А ведь это так. Я больше, чем уверен, что когда человек находится вот в каком-то, ну не в каком-то, а он себя, того самого человека, внутри себя несет, то, да. Я не знаю. Чайка по имени Джентан Ливингстон, знаменитые произведения. Человек, который никогда не был писателем, а написал. Не читали? Читали. Ну вот. Он написал, а потом мучился, потому что не смог написать дальше. А почему? Потому что ему Чайке нравились. И он просто услышал целую легенду, и он выписал эту легенду. И она получилась красивой такой легендой жизни. А маленький принц Экзюперей, он тоже что-то услышал. Отношения Земли, Космоса, это все, это все так очень тонко. И, наверное, нельзя себе что-то присвоить, вот это мое и только мое. Почему иногда люди не могут найти общий язык? Один другого присвоил, вроде как мебель в доме стоит, и все. Потом отношения разрушились. А вот если бы это поток был таких движений, понимая, что перед тобой космическое явление, твой близкий человек. И каждый в этом смысле, дополняя особенности вот этого явления жизни, ну и в совместном пути двигается. есть гектар, но гектар это вот здесь, это для кого-то гектар, а для тебя лично это целая земля, красивая земля. И ты пришел, а там у тебя сосед, и следующий сосед, следующий. Вы пришли и говорите, слушайте, ну давайте вот пока такие обстоятельства. Ну мы же нормальные люди, нормальные. Заборы не будем строить, не будем. Вот у меня есть очень близкий меня человек, он потомок осирийцев. Он говорит, для меня, говорит, было открытие, потрясение, когда я в 14 лет, это мне рассказывают, узнал, что дядя Жора, тетя Тамара, это не мои родственники. Потому что, говорит, вся вот эта толпа по улице неслась, залетала в любой дом, потому что там были пирожки. Там они пирожки, потом бежали до дяди Жоры, где он рассказывал. Дядя Жора такой здоровый грузин, который рассказывал там дядя Жора, там как он подъемный кран проглотил и так далее. А потом еще у кого-то, у кого-то еще просто вся эта толпа влетала, играла и там же засыпала. И родители приходили, а где мой? А он там, там, ну и все, пришли, ноги мокрой тряпкой вытерли. Мы, говорит, просыпались в этом доме, нас там кормили, и потом вся эта ватага бежала куда-то еще, потому что где-то какие-то пирожки, хачины, хачапури. И когда, говорит, я в 14 лет узнал, что это не мои родственники, для меня это было просто какое-то… Ну это было так несправедливо вообще. Вот это жизнь, настоящая жизнь. Вот если говорить о будущем, то, мне кажется, ближайшее будущее, оно вот так должно выглядеть. Не заборами. – Я абсолютно уверен, что наша жизнь наладится тогда, когда мы их начнем писать снизу, о чем мы говорим. Каждый художник в своей жизни. Вот улицы там и так далее, и так далее. – Подожди, а кто ж тебе даст их писать? – А можно вопрос? Можно вопрос вот стричный? Вот ты гражданский кодекс видел? Хоть раз, со всеми поправками, со всеми… Да? Вот этой комнаты не хватит. Какие законы? Есть один закон – закон совести. Если мы сами по себе понимаем, что есть закон совести, и мы в этом законе существуем, понимаем, что есть где-то просто неточности жизни. – Мы это тоже понимаем. Есть такая книжка «И один в поле воин». Не приходилось читать? Вот это моя книга, с которой вообще началось мое чтение всех книг. «И один в поле воин» про прототип разведчика, который в годы Великой Великой Войны прошел очень трудный путь. Вот если ты воин, то ты один в поле, но в поле в каком? В поле отношений, в поле тех людей, которых ты знаешь, в поле тех берез, которые растут, океанов и морей. Ты просто воин, который непобедим. И законы можно не писать вручную, нужно, чтобы были люди, которые сохранили внутри себя человека. Именно они своим состоянием, я больше в этом уверен, они влияют на все, что происходит в мире. На землетрясения. Пример очень простой. Фильм «Челюсти», который везде там показывали, когда он начался, его американцы посмотрели, белые акулы в в принципе нападали, когда их за хвост кто-то хватал, еще что-то. То есть не было никаких прецедентов. После этого фильма белые акулы как с ума сошли, они стали все подряд там кусать. «Потому что поле поменялось отношений». И все. И вот тебе реакция. Яницкий, возвращаясь к нему, он даже вот в этом фильме, который «Тайные знаки Земли», он и говорит, мы единственные кто… А у них все есть мои исследования, станция была. Мы единственные в стране их лаборатории, которая заявила, что да, есть лаборатории, которые там проверяют, да, то есть готовятся к землетрясениям, как японцы, например, как китайцы и старая советская школа. Предсказывают по бактериям там, по поведению. Говорят, мы единственные, которые сказали, можно предсказать и можно договориться, чтобы не трясло. Понимаешь? Уровень. Но нужно, чтобы было отношение к этому точное, выверенное, настоящее, человеческое, сердечное. Если люди такие собираются, то тот, кто пишет законы, у него просто ручка, он не сможет написать другой закон. Рука сломается, извиняюсь. Когда ты видишь Гражданский кодекс, ты понимаешь, что ты никогда не перечитаешь эти законы. Ты начнешь их менять, пойдешь в Госдуму, но в Госдуму пойдешь один или там нас 10 человек, ну какой смысл? А вот если Госдума придет к тебе, потому что тебя это 100 миллионов человек, граждан Российской Федерации, или 150, или 170 миллионов. Тогда, да? А все начинается с детства. Гуси прилетели возле моря сели. Да. Но Родина же она с землей. Есть народы без Родины, а есть народы с землей. Народа без Родины не бывает. Народ – это народ. К нам приезжал один индейец, племя Аджибуэ Шон. А он морские котики. Мы тренировались с ним, интересную вещь показывал. И он все в разговорах спрашивал. Как-то хотел нас понять. Ну и в конце он спросил, как у вас называются те, которые сохранили традиции, обычаи, вот это высокое отношение культуры, внутреннее такое стержневое. Ну и ему сказали – народ, мы вышли его провожать. Он уезжает, высовывается по пояс из машины, а мы все стоим. И он так высовывается, и руками так машет, и кричит нам – народ, народ. Понимаешь? То есть вот это же никак не сыграешь. А еще Михаил Дорович ему задал, говорит, поворачивайся к нам. Говорит, кто в индейцев в детстве играл? И там все, кто стояли, все руки подняли. Ну все играли в индейцев. В индейцев может играть только народ. Народ в народ может играть. Потому что это понятно. Там нету вот таких грозбухов, там написанных каких-то томов. Там есть народ. В народе все понятно. Народ по-настоящему народ. Он воевать не будет. Воюет общество, у которых куча законов, они их нарушают постоянно. А народ не будет воевать. Ну конечно. Потому что никак не могут договориться. У народа только один закон. Закон совести. И все. Ну просто вы тоже должны как бы соизмерять правильно. Но ведь сложилась ситуация. И ты как Штирлис в этой ситуации существуешь. Ну так сложилось. Ну так ведь. Вот почему казаков там в Черкесске, да еще рукава откатывают. Да потому что когда холодно, ты рукава откатал, за лук у седла держаться. Элементарно. Удобно просто. Вашлык, зачем тебе? Ветер подул, ты его накинул, завязался. Вот так завязался. Сюда. Все. Ты защищен. Почему лапки носили? Потому что другой обуви не было. И в них было удобно ходить. И потому что снег был. Лапки не дают проваливаться. Ну элементарно, элементарно. Косоворотка зачем? Чтобы ветер не задувал. Народ в этом смысле к одежде, ко всему с точностью до такой рационализма подходил. Никакой лишней детали. А сейчас это выдается как за культуру и вообще-то за фундаментальные основы. Хотя это просто-напросто. Просто инструментарий взаимоотношений человека в этом месте, в этих условиях, в это время. И все. В шубу одевали. Зачем? Холодно было. А если потеплеет? Что в шубах одеть? Потому что так сложилось. Что тут наша жизнь? Ну сто лет и все. А там поколения пошли. Они говорят, вот у нас дед был молодец. Закон изучил, который надо. Спокойненько продвинулся. Закрепил за собой и за нашими поколениями там целые земли такие вместе с реками и морями. И во славу деда, прадеда. Сегодня учебники написаны западными и русофобски настроенными авторами. Вот, кстати, образование, это большая политика. Если только противнику удастся расколоть Россию, раздробить ее еще дальше, не будет человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова